Добрый день, друзья! — Приятно видеть хорошее, доброе, тёплое лицо, которое в нашей студии. Скоро ведь весна, и чувствуется прилив жизненных сил. — Я бы не сказал, что прилив каких-то жизненных сил, на самом деле, потому что весна – это обострение во всякие моменты, шизофридии и так далее, усталости, потому что хочется солнца. В любом случае, не знаю, видимо, какой-то добротой меня. — Отходы солнечные очки, потому что хочется солнца. — Вы знаете, вчера была 23 февраля, не потому что там, не знаю, меня как-то поздравляли, даже моя любимая не поздравила, ничего не подарила, а потому что просто вот был там-сям, и был на вечеринке, вспоминал друзей, которые там вот в этот день, может быть, вот так вот покинули наш мир. — Понимаю, да. — Но вообще 23 февраля, мне кажется, это праздник для тех, кто служил, мне кажется. Вот вы служили, вы служили. — Да, и мне довелось, меня забрали. — Я до сих пор служил. — Это не мой. — Это не мой праздник. И вообще, когда я так чего-то соображал, я посмотрел, кстати, вот ваш, кстати, канал, Mediometrics.ru, что, по-моему, в России что-то около 150 выходных, это же кошмар. Получается, из года, полгода вообще наши люди отдыхают. — Так артистам, наверное, ведь хорошо, можно зарабатывать на этом. — Нет, артисты всегда, да, в рядах, в бою, ну, это хорошо, ну, вот, да, наверное, да, но всё равно парадокс такой, да, полгода наша страна отдыхает, не работает. — Ну, это правильно, потому что у нас страны восточные, я считаю, да. — Да я бы не сказал, на самом деле, глядя на вас. — Ну, вообще, есть такая точка зрения. — У вас двое и один такой. — Ну, да, есть такая точка зрения, которую высказывал всё время популярный писатель Максим Горький, что труд – это проклятие человечества. — Вот, он, надо сказать, что, наверное, что-то в этом — Надо рожать идеи, причём во сне. — Вот, Олег, вопрос такой, ведь вы когда-то закончили театральное училище, ГИТИС, да, если я правильно помню? — Нет, это не училище, это российская академия театрального искусства, раньше было государственное институт театрального искусства имени Луначарского. — Иркутское театральное училище. — Иркутское, там по куклам, по папитам. — А, понятно. — Но мне это не понравилось. — Не пошло. — Так вот, то есть, на самом деле, было всегда желание быть на сцене, всегда было желание, что называется, ну, так, что называется, немного повыпендриваться или перепутать. — Да, да, да. Но я думаю, что это, может быть, какие-то некоторые комплексы, вот в чём дело, потому что, мне кажется, что детство такое не очень простое, у меня мама очень просто харизматичная, просто, ну, там очень, как бы, такое. Мне всё время хотелось, может быть, как-то, не знаю, может быть, потому что я в Сибири родился, может, потому что я не такой, как все, может, потому что, там, не азиатская внешность, мне всё время хотелось оказаться именно на русской театральной сцене, вот именно вот в Москве, не быть за ширмой, не быть кукловедом или кукловедом, ведущим, и так далее. Мне всё равно хотелось, что я имею право, потому что всё-таки я всё время привык, как бы, слушаться, я всё время привык, на фортепиано склоняться там, из чего там где-то, да, это называется, как бы, выход какой-то, который… — То есть, как бы, благонамеренный ребёнок, такой вот приличный. — Да, 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 сиди, молчи и, как бы, и не высовывайся, и не показывай себя никому. И я в этом плане, я себе доказал, что могу выйти за ширмой, я могу поступить в Щуку, в МХАТ, в ДИТИС, на лучшие курсы, и Кваменка тоже, и так далее. То есть, я как бы в этом плане… — То есть, когда вы поступали, вы проходили в разные институты? — Конечно, да, я поступал, да, я поступал и в Щуку, мне только единственное, что в Щепкин, мне отказали в Щепкинском, сказали, что с вашим лицом, кого будете играть? Я говорю, только Треплево, хочу Треплево. — Ну, не может быть, несложно в этом победить. — Да, 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 но вот я попрошу на все конкурсы. — Кто это сказал? — Это был курс, я не помню этот курс, но я помню, что я поступал на курс тогда к Тарханову, к Фоменко и в Щуку, не помню, потом на следующий год, Фоменко, кстати, там нужно было выбрать из трёх институтов, кому ты идёшь, какому мастеру. К Фоменко я прошёл, конкурс прошёл, потом выяснилось, что я ещё не закончил театральное училище. Но мне было просто интересно. — Мне сложно представить, чтобы в прямом месте мы могли сказать, вот кого будет. — Ну, тогда это было, да, мне кажется, я был первый такой, с такой внешностью, который вообще прошёл на лучшем месте. — Такая внешность, всё время как-то олег. — Ну, как, она восточная называется. Я думаю, что я первый человек, который вообще просто имеет и имел право выйти на сцену русского романтического театра. После меня уже был там, по-моему, афроамериканец, по-моему, в следующий год. — Да, в следующий год. — Да, вот всего два человека, больше никого нет, поэтому это, наверное, талантливые люди. — Да, ну, понятно, что в Щепку, это малый театр, куда-то в малом театре. — Да. — Хотя тоже можно было бы. — Да нет, конечно, я вообще туда не рад. Больше никогда не ногой, и вообще люди не поступают, там скучно и не очень. — Хорошая антиреклама. — Ну, конечно, не надо, не надо. — Малого театра. — Да-да-да. — Ну, хорошо. Дидис. И хотелось всегда, значит, как-то бы выступать. Если правильно помню, потом был театр Роман Джигарханяна. — Да-да-да. — Вот эта история. Продолжение. — Ну, до этого было всякое-всякое множество всего, и там жанр мюзикла, и там ещё там что-то. Я ко всему был готов абсолютно, вот, и в какой-то момент я играл в «Энтерпризах», там ещё там чего-то, но когда мне позвонил Роман Борисович, говорит, сыночка, у меня сыночка себя называл, я создаю новый театр, не хотел бы там быть в моей труппе. Я говорю, конечно, Роман Борисович, с удовольствием, конечно же. — А как так получилось, что вот вы сконнектили, что называется? — Роман Борисович? — Да. — А он же, он же уникальный человек, он просто, когда он набирал курс, я учился на курсе Людмила Ивановна Касаткина, наверное, артистки, Левертова, которого наверняка знаете, да, вот, Вадим Доломуч, вот, там был прекрасный Сергей Николаевич Ковасов и так далее. Когда… Я вам расскажу такие-таки моменты, что четыре, допустим, Джинджи Конян, Касаткина, Левертов и Ковасов. Они… А курс набирался 12 человек. И вот они… У каждого, видимо, какой-то был лимит. Я набираю для себя этих, которые мне нравятся, и каждый там брал для себя по два, по три человека. Вот Роман Борисович, когда меня увидел, еще одну девушку, Лену, Ленку, по-моему, Фемину, он сказал, это мои. Я поехал на съемки. Все, и он уехал. То есть, я уже был забронирован. Все. Ну, так, получалось. Четыре мастера. То есть, у него вопрос не возникал насчет внешности? Правильно? У него нет. У него нет. На самом деле он уникальный, потому что я даже не могу сказать. Мы знаем, что он, конечно, из Зеревана, но у него какая-то уникальная, какая-то европейская внешность. И даже у меня не возникает вопрос, когда я смотрю, когда он «Нерона» играл и так далее. Не знаю. Это уникально. Мне кажется, может быть, это мне что-то придалось. Потому что, в принципе, я же тебя темно-волосы. А тут со светлыми волосами меня считают русским Ванькой. Небольшой провокационный вопрос. В театральной Москве ходят слухи, что Джигарханян вообще Сталин такой, когда он управляет театром. Он очень жесткий. Жесткий человек, да. Но мне всегда были, у меня, у меня были преференции всегда. За что? Потому что, не знаю, сыночка нас давал. Тебе можно. И когда мы виделись уже лет через десять, двенадцать, когда он говорит, там, Олежечка, сыночка, когда ты захочешь, ты всегда можешь прийти в мой дом и чай попить. Он говорит, не только, просто тебе можно всё. Ну, это уникально. А на самом деле… Джигарханян расист просто. У него предпочтение с идеальной внешностью. Ну, да. Он… Вообще, он рыжих не любит особо. А так как ты рыжий, и вы тоже рыженьки. Поэтому вам ничего не сулило. У Армана Борисса и Джигарханяна. Да, да, да. Армана Борисса про него рассказывает, что он может вот так вот… Он может голову сломать, конечно, но по делу, по делу. Если ты без таланта, и ты тупарь, и если ты, ну, что-то непорядочное сделаешь, то, как называется, кирдык или каюк тебе. У тебя какие-то разные совершенно сферы. Порядочность, талант и… А есть такое, мне кажется, существует. Но я думаю, что есть талант, хорошие поступки, какая-то воспитанность хорошая, которая идёт от родителей, но можно быть тупым. Вот. Я думаю, не знаю, что у меня отсутствует. Но он как бы там… Но он меня любил очень сильно. А Матвиенко Сталин? Матвиенко Сталин. Но Матвиенко влюбчив очень. Я скажу так, что… Ну, я, во-первых, мне кажется, я даже от него лично слышал, что у него есть две любви в его жизни. Конечно, дети, конечно же, многочисленные жёны, ну, и, конечно же, две любви – это любые Иванушки. Вот я прямо слышал, и я знаю, что это его просто первая, наверное, и последняя любовь. Это гастролировали вместе с… С любым, да. Мы встречались не потому, что как бы этот, как один вагончик за другим, а просто случайно на каких-то площадках… Николай Билл, кстати, у него же день рождения был недавно. Я звонил, мне знаешь, как было приятно. Я говорю, Николай Вячеславович. Он говорит, да ладно уже, ну что ты, мы же столько лет уже там… Я говорю, все равно не могу, Вячеславович. Знаете, я вас всю жизнь люблю и люблю с днём рождения. Ну, я вот, наверное, первый позвонил, там, две минуты, да, вот, первого. И мне было очень приятно, какой-то невероятный какой-то тембр. И это был очень приятно с днём рождения. Да, я думаю, что вот так мы встречались, конечно, на гастролях. Они улетали, мы уезжали, мы приезжали. А вот Венка не заставлял слушать вас Любея, например? Или их тучу? Я подозреваю, что когда я, конечно, вот, когда я пришёл, как Добрый же говорил в предыдущем вашем интервью, что я пришёл спасать группу, я считаю, что её и спас, что, конечно же, там отсматривали, отслушивали все, и включая, конечно же, Николая Вячеславовича Старгуева, что был огромный хороший совет. Как Старгуев участвовал в кастинге? Я думаю, конечно, да, я думаю, что… Нет, я перед ним не пел, но мою запись, мои фотографии мы точно показывали. И потом меня снимали на видео, потом показывали. Но это были тысячные какие-то, там столько артистов, о которых я не буду говорить. Почему вас выбрали этот вопрос? А я не знаю. Я не знаю почему. Может быть, не знаю почему. Мне кажется, я уникален просто в это всё. А, хорошо. Потому что сейчас столько артистов, которые… я вот не буду говорить о них, которые не прошли тогда на кастинг Иванушек, они сейчас тоже вполне себе даже успешные артисты, не скажу. Ну, а что? Ну, да, вот взять и пробро. Они-то про себя уже знают всё равно. И в среде… Нет, я не буду, я не буду. А для нас вообще интрига какая-то. Да, интрига. Я потом тебе расскажу. Ну, Алексей Алексеевич. Ну, да. Будем считать, что этого заявления не было, да? Да. А я думаю, что подбирали-то для того, чтобы, в общем, как-то хотя бы в чём-то ссорено попасть. Было такое дело, да. Меня подтягивали, но просто, видимо, в тот 98-й год, видимо, может быть, хрупкий, небольшой, но совершенно другой. Да, я там первые полгода, меня даже, может быть, заставляли как-то копировать его в некотором плане. Потом я всё послал к чертям, сказал, знаете, а теперь вот этот мой тембр, а вот теперь вот так я двигаюсь, так, как я хочу. Даже, может быть, немножко липоватый, неправильный и не так. Но первые полгода, конечно, был гнет страшный. То есть, это был… Ещё один небольшой порогационный вопрос. В общем, предал театр Олег Яковлёв? Я считаю, что я ошибся с выбором профессии тогда. А, вот как! Я считаю, что да, что театральное образование, я просто, может, даже чуть-чуть посмеялся над театром, что вот я как бы там имел право, и у меня есть… Кстати, у меня, по-моему, за танцы только единственная оценка трёшка, а так было бы красный диплом. Я считаю, что я нашёл профессию. Спасибо Игорю Матвеенко, что я всё-таки… Вот не знаю. Я, когда пою, я счастлив, я не знаю. Сейчас, когда я на сцене, когда я ещё, не знаю, там, веду прямые эфиры, я понимаю, что я могу и свадьбу провести, и всё, что угодно, и так далее. Я на сцене, именно когда пою, я счастлив, я не знаю. А что значит могу свадьбу провести, что не приходилось… Ни разу ещё не было. Приглашайте с удовольствием, конечно. Мы вот Саша Куцевол, вот вполне себе хорошая пара, которая может вести свадьбу и замечательный день рождения. Ну, это не факт. Я просто говорю о том, что артистизм… Прямо нельзя дать бегущую строку. Да, 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 артистизм. И вообще театр как-то для меня совершенно ушёл. Это вообще не моё, и этот кошмар, и вообще театральный организм, и эти предательства, и актёрские какие-то заговоры, какие-то штучки. Шоу бизнеса этого нету? Ну, я не знаю, я не особо там с кем-то там… Да просто честно сказали. Я думаю, что… Да нет, особо нет. Не продал театр. Не предал театр. Просто просто. За хорошие деньги. Ну, меня, да, мне в театре… Ну, вот так. Пару раз немного… Говорили наверняка актёры. Нет, пару раз мне в театре предали очень сильно, почему, может быть, даже избежал. В театре предали? Ну, только об этом мы можем сказать или это тоже… Нет, но я скажу так, что я даже не думал, что я там уйду в Иванушки, но просто увидел передачу на ТВ-6 какая-то, что партийная зона, мне было скучно чего-то. Давай пошлю, да и всё. И вот кто-то об этом узнал, и перед Арменом Борисовичем положил два журнала или там какие-то сведения, что я… А я ему ещё не сказал об этом, что я могу уйти, допустим, музыкальную там сферу, и вот, и кто-то буквально положил. И когда мы играли с ним один спектакль «Двенадцатую ночью» вот в одно время, и когда он зашёл уже переодетый уже, вот, и увидел, а это что лежит? И вдруг журнал «Кул» был такой, что, по-моему, по слухам, скоро Олег Яковлев придёт в группу Иванушки. А я думал о том, чтобы подойти к нему, чтобы сказать, что вот, может быть, я уйду. И меня кто-то опередил, и это, конечно же, один или одна из тринадцати-четырнадцати артистов, которые были моими друзьями. Но они до сих пор друзья, но я как-то так. Я театр разлюбил, потому что… Ну, удалось узнать, кто это сделал? А я… Мне было интересно совершенно. Я просто сказал, да, я ухожу. И даже мне ещё Матвенко не сказал, что да, я просто забрал вторую книжку и ушёл в этот же день. Ну, да, театр – такая штука. Театр – это кошмар. Я понятно, что об этом поступке не приходится жалеть. А о чём приходится жалеть? Какие были ошибки? Ну, направления какие-то, не знаю, скажите. Например? Ну, например. Ну, нет. А вот каждый человек, наверное, прикидывает, вот зря я тогда сделал это, зря пошёл сюда, поехал. То есть, всё правильно было? Наверное, правильно. Но, наверное, это больше личностные какие-то ошибки, больше касаемо родных, близких, мамы, сестёр и так далее. Но это настолько глубоко опытаённо, что я вам не позволю об этом. И в этом убедить вы что? Я сам выбрасываю тему. Я не расскажу. Может, мы сразу определим круг тем, на которые не говорим? Круг тем, на любые. На любые темы не говорим. Нет, ну, конечно, жалею, что там где-то что-то, кому-то не сказал, кому-то не сказал помощь. Жалею, что я очень редко к матери приезжал. Жалею, что я много кого бросил. Я жалею на то, что я обидчивый, на то, что я очень ревностный человек. Жалею о том, что я очень вспыльчивый человек. Я жалею о том, что я не могу досчитать до десяти, я могу обидеть человека моментально. Может быть, именно в этом и кроется мой уход. Я жалею из группы, но о чем я не жалею. Потому что я очень вспыльчивый человек. Я могу просто одним словом убить человека. И это не каждый может простить. Поэтому вот я, по-моему, всё рассказал. Я так понимаю, что с началом или ростом популярности все эти замечательные качества усилились, правильно? А, то есть, безумие? Нет, не безумие, а как раз вспыльчивость. Нет, я не думаю. Популярность, надеваешь себе корону на голову, считаешь себя великим. Обычно так бывает в шоу-бизнесе. Никогда не было. Я жалею, что я не одел её раньше. Потому что я понимаю, насколько я мог бы быть… На самом деле, ты же стремишься, артист, стремиться к тому, чтобы, ну, правда, всё было хорошо. И вот чтобы солнце всегда для тебя светило, и чтобы машина остановилась вовремя, и там тебе сказали хорошие слова. Вот если бы я, не знаю, там лет пятнадцать назад понимал, что можно было бы надеть корону, который, кстати, рыжий, мне кажется, уже понимал, что тогда он её одел. И он получал просто удовольствие. Такое колоссальное. А я всё время думал, что одевать корону – это плохо. Это неделикатно, это невоспитанно. Надо было одевать её тогда. И просто валяться в лучах солнца. Потому что всё-таки я считаю, что деликатность, вежливость, интеллигентность – это не самое, может быть, хорошее для артиста. Потому что артист рождён для того, чтобы именно вот, может быть, даже… Наслаждаться и всем нравится. Наслаждаться, дерзить и нахальничать. И всем всем нравится. Конечно. Потому что я понимаю, сколько я всего упустил вот в этом плане. То есть можно было хулиганить, бросаться в зал на руки, Да нет. Ну, конечно. Нет. Ну, я как-то видел, как и шнур упал как-то. Мимо, да? Не подпишись, не подпишись. Да. Но я не думаю, что шнур прибьёт, но была какая-то вечеринка афиши лет, наверное, там, 10-12 назад. Вот. И он попросился с нами спеть снегири. Я говорю, хорошо. Я запиваю первый куплет и второй. Вот. Я ему написал текст, но он его знал. Вот. И после этого, как там ранее на городе зале, в свой зале будет. А теперь ловите! Полный залп. И он попрыгнул вперёд. А зрители разошлись. Он брякнулся на бетонный пол. По-моему, был актив, там, не знаю, как это называется, арена, что ли, или что-то. А, Б2, по-моему, клуб. Ну, это было, конечно, кошмар. Ну, и Кушнашвили тоже так же. Ловите меня тоже свалился. Утопия. Поэтому я никогда не рисковал на эту тему. Ну, поэтому, хоть и как бы меня кое-кто там любит, но тем не менее, я не говорил никогда ловите на руки, потому что правда. Пожалуйста, кстати, ты шнура упомянул. Вот. У тебя есть какое-то объяснение успеху лобутенов? Вот на лобутенах и в офигительных штанах, ну, заменим, да? Я не знаю. Я скажу, что очень хороший маркетинг выход, потому что красная подошва, она всегда видна. А, во-вторых, я скажу так, что я, конечно, их не надевал, но вот я вот с Сашей, когда мы были в Лондоне, я говорю, так, купи-то лобутены, все покупают лобутены. Она мерила, 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 говорит, такие неудобные, блин, я лучше эту и сен-лоран куплю. То есть, отказал. Не знаю, но всё равно красная, конечно, подошва, она как бы так. Ну, смешная, конечно, клип у Шнура. Так вот, не первый смешной, а просто так рванул, удивительный. Я не знаю, я не скажу, что мне нравится Шнур. Мне не нравится. Я не знаю, не скажу, что… А как ты относишься к ненормативной лексике на сцене, допустим? Ну, вообще, когда я смотрю некоторые, не знаю, хроники, новостей и так далее, мне всё-таки нравится иногда, когда пикает. Но я себе ни разу не позволил. То есть, вот это врождённое воспитание… Я не думаю, я думаю, может быть, некоторый страх. Всё-таки мне бы хотелось научиться просто ругаться, да и всё. Когда что-нибудь нужно, крикнуть какую-то нормативную историю… Это в быту не употребляешь, да? Ругаюсь. Ругаюсь, конечно же, и всё равно пытаюсь компенсировать себя. А в коллективе вашем? Процветает. Матвиенко строил вас? Матвиенко не ругается. Не ругается, да? Не ругается. Ну, иногда он может… Я понимаю, что он мог бы сказать, но так как-то нет. А в коллективе, конечно же, там нормально, там царство. Вот говорят все, что в шоу-бизнесе совершенно революцию в переоценках всего, там и моделей, и каких-то систем координат произвёл голос шоу на первом колонне. Что ты? Ты смотришь сам? Я смотрю, я смотрю, отсматриваю, но не с точки зрения ревности или какой-то. Мне просто это интересно, просто жалко потом за ними посматривать, в чём дело. А что жалко? Почти все обеспечивают корпоративы. Не у всех получается. И получив однажды, не знаю, какой-то комплимент в виде победы второго, третьего места или какой-то премии от известной певицы, не знаю чего-то, потом понимаешь, что они тыкаются, мыкаются, проходит год, полтора, два, три, четыре. Потом я так, привет, я же был в голосе, ты меня не помнишь? Я говорю, да, конечно же. А мне жалко, мне жалко детей, которые участвуют. Нет, с детьми это вообще отдельная история. А с голосом, на самом деле, вот Матвиенко, молодец, что он пригрел. А вы Матвей называете его, да, посреди? Я проговорился, простите. Нет, я его называю Игорь Игоревич, Рыжий называет его Матвей, но он с ним живёт. Он в Сочи, да, он в Сочи ещё нашёл. Он в Сочи, говорят в Сочи. В Сочи, да. То есть, он его называет Матвей, но мы за глаза называем Матвей, но когда я его вижу, Игорь Игоревич, он говорит, ну ладно, хватит уже Олег, Игорь уже. Я говорю, ладно. Да, Матвей пригрел тогда фабрику, корни, он даже там, по-моему, и Дайнеку взял, он практически взял 80% из фабрики, это называется, он такой, как мама, как мать, как матери, то есть, он не бросил практически никого. А в остальные фабрики же, ну я даже не знаю, кто там симпатичный, или кто хорошо выглядит, или кто там какие-то свежие. Это называется, вот голос, это же берут продюсеры, на самом деле, они там кого-то выбирают, и потом, если хватает внутреннее чувство достоинства, заботы, уважения, ну просто вот жалости, может быть, то они ведут большинство. Мы же понимаем, что на слепых прослушиваниях, фишка в том, что реально берут людей, которые обладают вокальными данными, и мы понимаем, что в этом контексте подавляющее большинство нашего шоу-бизнеса, люди успешные, которые за счет харизмы, за счет артистизма какого-то сделали карьеру, они бы шансов не имели, пройти такой фильтр, если бы фильтр состоялся из-за того, что… У Матвиенко возможно, а у других может быть и нет. Я скажу так, я не скажу, что там дело в каких-то, не знаю, звонках или еще чего-то, у Матвиенко это возможно просто. Вот когда приехала девочка с Хри Харне, если она ему просто понравилась, или там пацан, он может взять. Но есть, конечно, и другая сторона медали абсолютно. Прости меня, Фадеев Максим взял Савича, который он тащил, не знаю, с пятилетнего возраста. Ну, естественно, он будет заниматься, конечно же. Тут шоу-бизнес он очень… Вот как есть такая вот поговорка, что… Вот я, правда, я удивлялся, когда я был вот на Камчатке или в Сахалинске, там так пела девушка, что просто, вот я не знаю, там даже самые лучшие певицы, которые даже в оркестре Лустрома пели, они совершенно даже подметки не годятся. Но это вот… Я не знаю, вот в чем это, что людей, которые поют, их так много. И людей, которые поют лучше, чем я, и лучше, чем… Не знаю, чем… Не знаю… Чем Мансератка поедет? Нет, не трожьте их, пожалуйста. Это необъятное… Можно сказать, чем… Это необъятное очарование. Есть их столько, что просто… Вот я иногда думаю, блин, это вот правда, говорят, в правильном месте, в нужное время, и как-то вот так, чтобы все совпало. Как, допустим, позвонить Евгению Дуду или вы, я вот тебе… Вдруг ты спишь в 11 утра, скажешь, знаешь, до свидания. Да. И не звони мне больше. Мне очень понравилась история, как Олег Яковлев только что проговорился о своем уходе из группы «Иванушки Интернешнл», что его вспыльчивый характер послужил разрывом с группой. Что там произошло? Послал кого-то? Там ничего такого не произошло. Просто там парочка каких-то слов моих неправильных. Я считаю, что я обидел людей, я обидел людей и глубоко ранил. И в этом моя… Может, время извиниться, сказать… А зачем? Нет. Нет, я извиняться не собираюсь абсолютно. То, что мое хорошее отношение к ребятам – это уже знак моего уважения к ним, и то, что я к ним трепетно отношусь, и то, что я до сих пор называю «Рыжик» и «Кикря» нормальные. Я думаю, что они понимают все мои дальнейшие жизни и моими просто то, что я пишу, записываю песни, и как они думали, что я, как называется, уйду в небытие. Они понимают, что я очень сильный человек, и я не могу так вот перетискать, знаешь, за что-то извинить. Они понимают же просто там, не знаю, взмах бровей, взмах ресниц, просто моими какими-то большими поступками, что, конечно же, я, наверное, у каждого из них попросил извинения. – Но получили они по полной. – Рыжик ему даже деньги отдал. Он рассказывал, а у Рыжика я спросил, отдал тебе якобы деньги. – Жали, блин, он же дурак, он же забывает обо всем. Он, когда я ему пришел, говорю, слушай, я к тебе на секунду, даже без звонка. Он говорит, а что ты вообще? Я говорю, да пожрать пришел к тебе. Он говорит, да, кстати, вот тебе деньги. Говорит, это что такое? Я говорю, ты что, забыл, что я тебе должен деньги? Он говорит, серьезно? Я говорю, ну, может быть, он был коррективный в этот момент. Ну, в любом случае, что я могу каждому приехать домой, из полпенка открыть дверь и сказать, ну-ка, он кровоствовал и поехал. – Он, кстати, с Олегом жаловался здесь на язву, на то, что он хорошо выглядит. – Плохой характер, значит… – Благодаря… – Ну, все язвенники с плохим характером, я скажу так. Или они слишком обидчиво переживают все вот у себя, вот они вот, может быть, закрыты. Я знаю, что или гневные люди, или те, кто слишком обидчиво, которые очень в себе все переваривают, и у них развивается язва. Слава богу, у меня язвы нет, все в порядке. – Это гарантия того, что… – Это гарантия того, что я буду жить долго. – Не гневные. – Ну да, нет, я реактивный просто, я же реактивный просто. Вот в чем моя беда. Я никогда не мог досчитать до десяти, чтобы… – А вот я не уверен, что именно артисту, человеку сцены, вот хорошо жить долго. Тоже не буду называть имена и фамилии, чтобы не обижать. Я смотрю на некоторых вот кумиров юности и думаю, блин, вот в какую ты там превратился разваливку. То есть, я тебя помню таким-то вот с развивающимся хайером, скачивающим по сцене, а сейчас то только что вот кресло-качалки. – Я скажу так. – Мне кажется, это вот что-то вот… – Не знаю, я вот, по крайней мере, вот вас наблюдаю очень много-много-много лет, и вы мне нравитесь. Ну, а, допустим, вот Джаггер, какой же красавчик. – Он, да, он исключение. – Да. – Хотя он… – Аэросмит какой. – Он говорил, что играть в 30 лет рок-н-ролл – это западло, когда ему было 26. – Да нет. – Вот. – Сейчас 95, а он скажет. – Это же не угадать, это же должен быть какой-то рецепт, не знаю, там, собственно, неуталенности или каких-то желаний. – Ну, допустим, да. – Ну, хорошо, а Маккарт не стал похож на пожилую женщину. – На бабку достали. – Да, вот такую. – Да, вот такую. – Не пустили в клуб. – Да, да. – Ну, как-то вот это, мне кажется, иногда может лучше уйти. – Я думаю, что все равно нужно иногда принимать решение и вовремя уйти. – Ну, так. – Я считаю, что так. Ну, или уже приходить в разряд Тельва Олещенко. – Главное, что теряешь с возрастом. – Да, да. – Это возможность умереть молодым. – Ну, это вообще, это у каждого по словам. – Кто были из музыкантов кумирами в юности и молодости? Вот были кумиры, с кого хотелось сделать жизнь? – Кто мне нравился, визуально или голосово? – Ну, вообще. Ну, вот кумир, был какой-то кумир, не знаю. – Не знаю. – Не знаю. – Я бы хотел быть… – Нет, не знаю, мне музыкально почему-то очень нравилось, вот как ни странно, может кому-то скажут, там, Блошинка. Не знаю, мне музыкально нравилось бы, на раз, всегда, биджи, сабва. – Такой гениальный вообще. – Да. – По гармонии, да. – Назвал просто гениальный. – Я слушал, там, Металли, Дзеппин и всякие, Black Sabbath и так далее, там, ещё там что-то. Дорис Дэй мне очень нравилась, мне всегда нравилась интонация… – Так. – Худой. – В чём подвисли. – Худой. – Да. Нет, я говорю, я просто, я не могу сказать, что мне кто-то нравился и визуально, и интенсионно, то есть, и вот так вот. Я не скажу, что мне как… Какое-то время я там подзапал на Стинга, но это было очень недолго. «Систер Мун», вот моя любимая песенка. – А на Стинг это подзапал по какому параметру? – А я не знаю, потому что… – По внешности или по… – Потому что у него такой шелестящий очень такой металлический таскан. – Вот Градский говорит, что он любит, как Стинг поёт, а мне кажется, у него такой слабенький голосок. – У Градского? – Нет, у Стинга. – А! – У Градского. – У Градского. – Нет, у него нормальный голос, просто он его обрабатывает, ещё тогда не было всяких этих ребят. Из вас тоже можно сделать абсолютно при нынешних технологиях, господи, боже мой, просто напел и всё, и выпал звёзды. – Да, вот так вот. – Ну почему-то не у всех получается ведь на Пете выпасть звёзды, правда же? Где тут секрет, где загадка, как вот… – Да я вот не знаю, знаете, я тоже об этом думаю, я не знаю, там, фиг вы знаете. Я считаю, что может быть какой-то временной какой-то отрезок просто, вот в этот момент, вот не знаю, в этот год, ну мне не нравится этот артист, ну не нравится его тембр, ну не нравится то, что, допустим, там какие-то эти вот темпоритмы, сэмплы и так далее, биты. А вот в какой-то год это просто… и всё. То есть, я не понимаю, то есть, были какие-то без хитовые совершенно годы, но был какой-то вот год, допустим, когда… вообще на самом деле трудно, когда я пришёл только в Ванцы, было трудно на самом деле с первой песней просто, чтобы вся страна запела «Тополин и пух». Ну, в этот год почему-то было три хита. Это был «Тополин и пух», это были «Отцу миллилетний дозди» и, по-моему, ещё какая-то была. Три было хита. Я не уверен, что сегодня, может быть, если мы выпустили «Тополин и пух», что он, может быть, был бы вот таким всенародным хитом. А может быть, и был бы. Я не знаю. Это вот просто на… Попадание? Настроение людей просто. Люди стали жить немножко по-другому. Может, быстрее, может быть, медленнее. Может, трамвай другие. Может быть, там построили, не знаю, Керченский мост, я не знаю. Может, там Путин выступил и сказал, что всё, у нас всё будет хорошо. Что не, вот прекратится скоро война. Политика – это шоу-бизнес. Ну, да. По крайней мере, за ним все следят, и поэтому это шоу-бизнес популярно. Я всё время подозреваю, вдруг у меня родственники где-то в Тель-Авиве живут. Ну, не обязательно в Тель-Авиве. Я вот тему, которую Олег поднял насчёт кумиров. Знаешь, в каком плане хотел бы развить? Андрей Малахов говорил, что у него, когда он мечтал приехать в Москву, вся комната была вешана плакатами. И потом, когда с людьми знакомился, он эти плакаты снимал. Он говорит, сейчас у меня только Том Круз висит, потому что я с ним не знаком. – Ой, Господи. Том Круз на каблуках ходит. Ну, что это такое? Ну, ты мне скажи, бывало такое, что ты восхищался человеком? Я не знаю, это может быть театральный какой-нибудь. – Я восхищался всегда Дорониной, Дорониной. – А вот нет, я немножко другой. А потом ты с человеком знакомился, и у тебя вообще… – Я вот, я скажу, вот Татьяна Васильевна Доронина, вот это, наверное, актриса великая, которая я вообще просто, вот я даже восхитился, узнав, что у неё такой буйный, совершенно кошмарный характер. – Испытал? – Нет, я не испытал просто. Мне рассказывали актрисы, которые у неё в театре. Ну, во-первых, я её видел в театре, видел в кино, во-вторых, у меня любимая пластинка невыносимая, как и насильно, Вознесенского. А когда я её видел в театре, я был восхищен, я понимал, что всё-таки там, ну, дни идут и так далее. Но когда я ещё узнал, какой она режиссёр, какой она деспот и какая она красивая женщина, то это называется, вот для меня это так. – Ага. – Это так, да. Вот я восхищаюсь волчек, я знаю, что она очень жёсткая, но она красивая, она безумная, она просто невероятная. То есть, у меня, наверное, больше стремление, вектор, наверное, к тому, что всё-таки я не хочу разочаровываться в людях. И у меня нет такого, что вот я увидел, блин, а, 20 лет она же была получше или там, и сейчас какая… Нет, у меня наоборот, я всегда вижу, блин, интересно очень. Вообще, эти лучки, морщинки, вообще какой-то свой какой-то неплохой опыт и то, что человек приобретает и, самое главное, не стесняется. Главное, не тупеть и не заболеть болезнью Росгеймера, чтобы вот нормально можно было убрать снежочек возле колеца. – Никто не застрахован. – Ну, это да, это не надо, не надо. – Да. – И вы знаете, какого у меня страха? У меня вот есть страх того, что вот ванная, я люблю ванную, я не люблю душ, не знаю. Вот когда я выхожу из ванной, я боюсь подскользнуться. Думаю, что я знаю, что очень много бывает смертей, там, я не знаю, несчастных случаев, когда просто люди подсказываются, да, и височком об угол ванны или там, не знаю, о пол. Вот это тут у меня фобия. Вот это да, поэтому берегите. – Если рецепт только один, принимать одному. – Знаешь, у меня была, когда-то в одной ванной была девушка пышных размеров, я понял, что какая бы ни была большая ванная, всё равно это неудобно. Ну и во-первых, ну как-то не знаю, водная среда не очень нравится, я и боюсь тоже. Вот фобия номер ту. – Вот у вас с Шурой-то я понял, что не только в один год хиты были, но и вот это вот… – Упасть в ванной? – Нет, у него фобии нет, но он просто надо мной живёт, он всё время меня заливает. Всё время, я к нему прихожу, он говорит, ну понимаешь, вот у него ванна такая вот, без этого, он там вот любит поплескать. – Слушай, ну у него же гостей вообще много вообще, они к тебе потом, знаешь, вот так, мне там что-то поесть. – Я ей только с водой вместе смываю. – Не, ну Шурой-Шурой-Шурой, хороший. Мне он очень нравился, когда вот, вот как раз отшумели, да, вот попали на пух, и третья была, да, третья была эта штука, да, но он тогда худенький вот такой. В общем, хороший очень. – Значит, худенького, ты что-то делаешь для того, чтобы в форме оставаться? То есть, ограничиваешь себя, или люди просто такая – Я ограничиваю себя в картошке, в картошке, в хлебе. То есть, если я ем что-то, то я прям маленький кусочек хлеба. – А сладкое? – Это как нападёт вообще. – Алкоголь. – Алкоголь бывает, конечно, мы все люди, люди, человеки. Но самое главное, что у меня нет наркотиков, чем я очень горжусь. – Ну, а что алкоголь – это наркотик? – Ну, алкоголь всегда пили, венцо нормально, почему там в компании, в компании, текила. – А вообще на спорт? – Нет, на спорт нет, я просто что-то… – Когда-то легкоатлетика была, да? – У меня… – Да, но я может быть… – КПС, если не ошибаюсь. – Я, может, не занимаюсь спортом, потому что я слишком много спортом занимался, что это уже кошмар был. Я там, не знаю, с шести лет занимался, выполнил все нормативы, которые возможны, бегал по 25-30 км, минус 35, вообще в Сибири. И я спорт категорически просто не перевариваю. – А, понятно. – То есть, ни в коем виде. Я стараюсь просто меньше есть, вот и всё. – А, ну, то есть, всё-таки ты думаешь об этом? – Я думаю об этом, да. Я себе считаю, что можно себе отказать, не знаю, в куске мяса в каком-нибудь или там в картошке, но мне тянет, допустим, купить очень самые дорогие вкусные помидоры. И я не ленюсь даже пешком пройти до рынка, до Даниловского, выбрать самые дорогущие помидоры и просто насладиться этим вкусом. И вот, не знаю, я ем качественно, мало и дорого. Но не люблю ресторанную еду. – Почему? – Ну, потому что, мне кажется, я так уже перенасыщен этим, эти гастроли, эти рестораны, эти вечерние посиделки, эти все эти блюда, эти какие-то каре огнён, какие-то жульенны, фигня полная абсолютно. Это всё, что хочется и принесут. Но я просто знаю этот запах ресторана. Я столько раз стоял перед выходом на концерт в ресторане и видел, как это готовится. Готовится так же, как на нашей кухне. Те же самые алюминиевые большие кастрюли. – Понятно. – И бегает всё, что не попадет. – Понятно. – Рядом. – Хотелось бы поговорить о сольной карьере. Как оно начиналось? Тяжело ли было? – Трудно, я скажу, очень трудно. Очень трудно, потому что всё равно есть такой стереотип, что я из Иванушек, допустим. Сложновато, потому что я теперь понимаю, что такое. Я теперь стал понимать, что такое шоу-бизнес, что такое радио, что с кем-то не поздороваешься вовремя. Кого-то не узнал, да, медиамагната, допустим, какого-то, не знаю, радиосильного человека, и всё, и тебе закрыто всё. Это всё очень непросто. Ну, во-вторых, конечно, самое главное – хорошая песня. Но я почему-то вот решил пойти по пути того, чтобы не петь нам вот в стиле Матвиенко, в стиле Иванушек. Я решил пойти немножечко в другой бит, вот. И этот бит очень достаточно сложный. Люди не всегда въезжают, и мне кто-то сказал, что, может быть, ты знаешь, может быть, чуть-чуть ты рано всё это оценит, может быть, завтра. Но, с другой стороны, я сейчас вот нашёл очень хорошего поэта, девушку, которая сочинила, кстати, много хитов. И я говорю, я сейчас сяду, и вот в течение трёх недель я накидаю эти три композиции, может быть, даже, ну, не в смысле проще, а в смысле есть песни, которые зрителя как бы от тебя отодвигают, а есть песни, которые, музыка, которая тянет к тебе. Ну, это уже такие профессиональные моменты. Я говорю, я сам тогда накидаю, никогда раньше не записывал такого, но мне вот интересен будет экспириенс. Вот, а так что я скажу, что всё непросто. Всё непросто, но это требует труда. Я раньше думал, что, а, можно отлежаться, можно не пойти, можно не сделать, можно опоздать, можно не приехать, допустим, к вам. А сейчас я понимаю, что это нужно обязательно. Олег. Представляешь, Евгений, если ты обидишься на меня. Такой вопрос. А можно где-то купить хит? А? Можно купить хит где-нибудь на рынке шоу-бизнеса, а потом его спеть? Вот это можно сделать? Если можно, то сколько он стоит? Вот, наверное, в этом и секрет о том, что мы говорим и спрашивали, да, вот артисты, почему кто-то хороший, кто-то нет. Есть умение спеть хит. Вот. Вот. Вот, мне кажется, сейчас я это понял. Есть некоторые люди, которым хоть дай стопроцентный хит, допустим. А есть дали другому человеку, которому даже хуже голос. Один споёт именно хит, и он станет хитом. А другой ту же самую песню споёт, и она вообще никак. Поэтому я думаю, что купить хит, наверное, можно. Ну, если, конечно, у вас есть сервант денег, вы можете сервант привезти. Матвиенко, Фадееву это гарантированно хиты будут. Ну, я так понимаю, что всё-таки расценки упали и на сочинения, и вообще… Вообще все упали, на самом деле. Все немножечко так просели, если честно. Ну, не знаю, но все же просели одинаково абсолютно. Что артисты, что музыканты, что композиторы, что… Ну, сколько хит стоит? Я не знаю, это такой глупый вопрос задам. Ну, глупый вопрос. Ну, и, например, у кого? У нас, у нас. Хорошо. Ну, я не знаю, сколько хитов. Ну, что-то стоит. Ну, я думаю, да. Но вы не знаете, что ли, в этой расценке? Ну, мы знаем, но мы хотим, чтобы это прозвучало… Ну, год назад это стоило, допустим, 50. Тысяч долларов. 55 долларов, допустим, у маститого человека с животиком. Вот. Или 25 у девушки, у которой был день рождения недавно. Ну, вот и всё. Как-то так, да. Я настолько не слежу, я даже не понимаю. Сейчас это дешевле. Маститый человек с животиком – это кто? Я даже не знаю. Я даже не знаю. Знаешь, сколько у нас композиторов с животиками? Это же… Считать не пересчитать. Давай. Уходим от ответа на крыле. Прекрасная театральная школа. Да, как это всегда приятно слышать, когда человек ничего не рассказывает. Мой Костя, мой бедный Костя. Только намекает. Сейчас лежишь на кровали, но никому не нужен. Да, да, да. Нет, на самом деле сейчас всё дешевле, всё проще, но с другой стороны всё труднее. Потому что большие-большие – это телеканалы, благодаря кому, да, вот как когда-то была такая плеяда артистов, которые там и первый, и второй, там федеральные каналы. Они всё-таки поставили музыку, клипы и так далее. Они валяют дурака Америка, всё это было по первому каналу и везде, и ТВ-6. А сейчас, ну что? Только один музыкальный канал на кнопке, а второй на кабельном. И, собственно говоря, там люди там не видят. А в интернет это нужно быть просто заботчиком, больной музыкой. Есть же другой формат, очень многие твои коллеги поющие, они там становятся телеведущими за счёт… Вот Сергей Лазарев, он… А ваш прогноз, какое место у него будет? Место? Мне интересно, да, есть из двадцатки. Из десятки, хорошо, я буду думать хорошо. Ну, здесь очень хорошо, потому что он как раз тот случай, когда и Россия, и Украина будут голосовать за него, потому что на Украине будут голосовать за него, потому что он сказал, что Крым для него всегда был и остаётся украинским. Вы великолепны. А у нас люди просто незлобливые, они как бы… Вот не запаривается Лазарев, он наш, поэтому надо голосовать. Я думаю, что Болгария тоже будет, потому что занимается Лазарев Филипп Бедросович Киркоров. Это кстати, да. И Греция будет наша. Потому что… И армяне тогда, раз уж Киркоров занимаются. Да, и Греция тоже, потому что автор, по-моему, музыки будет Констапополос, да, по-моему, грек. Так что и Греция, и всё. Я считаю, что мы должны быть… А Монголия? Ну, Монголию я запрещу, его не надо. Так, секундочку, вы же там родились. Да я родился в степи, я замёрзл навсегда. Так что я думаю, что Лазарев как минимум просто обязан принести, как кенгуру, кенгурёнка первое место. Ну, здесь нет, неужели… А почему хуже простить себя не от Димы Билана? Ну, там может быть… Голоса прекрасные. Ну, сейчас же вы можете… А вы знаете, что сейчас кризис, денег может не хватить, чтобы занести… За Билана занесли, а сейчас вот, я не знаю, хватит ли… Минуты. Давай скидываться тебе, что ли. Ну, Лазарева я не буду мечтать. СМС на короткий номер. Так, друзья, это шутка была. Никуда не шлём. Наша передача потихонечку начинает подходить к концу, у нас осталась минута с небольшим. Олег, просто хотел сказать, что у нас на сайте здесь пишут поклонники. Вот Ольчик Бережная пишет. Олег, спасибо за творчество, с уважением. Ольга. Приятный разговор по душам, что называется, за жизнь. Очень легко стоит. Редкая история. Мы что-то не спросили, что должны были спросить? У нас немного осталось. Я не знаю. У нас тут показывают, что уже коротко. А можете просто? Я в Инстаграме Яковлев Сингер. Всё. Как Ёлка Сингер. В Твиттере Яковлев Сингер. В Фейсбуке Яковлев офисов. В Вконтакте Яковлев офисов. Оку. Ну, правильно. Конечно, себя продвигать. Очень приятно, кстати, что в Интернете очень мало таких неприятных моментов. Они, конечно, бывают. Но я их не удаляю, господи. Это всё равно хорошо. Но всё равно музыка, она хороша. Хотя я очень устал уже. От музыки? Вообще надоелось. Чёрт. В конце такой камин-аут такой. Я хочу погреться. Я хочу погреться. Я жду, когда Египет откроет. Потому что не хочу я лететь там 8, 10, 12 часов. Это какая-то глупость. В Турцию никогда не любил. Но всё-таки иногда на Красное море за рыбками всё-таки 400 часа – это нормально. Я договорюсь. Так, ну, секундочку. Знаем выходные. Есть Испания, Италия, Франция. Прекрасные страны. Незакрытые до сих пор. Они сейчас холодные. Испанию я бы убил с помидорами. Там же можно плавать. В Италии воруют сумки мотоциклисты. И вообще там грязновато как-то не очень. Да, я уже везде был. Я в прошлом году в марте как раз в шарме плавал. Да, да. Что ты понимаешь? Мир несовершенен. Может быть, Египет откроется. Я тогда за рыбками, за коралом, за рифами. Не за это, не за… Друзья, наша встреча с Олегом Яковлевым подошла к концу. Мы так, знаете, живо поговорили как раз «Бимонот». Да, да, да. А сейчас вы услышите несколько песен из его сольного альбома. Очень хорошо, что вы с нами до конца передачи остались, потому что сейчас я как раз про них и скажу. Это будет «Танцуй с закрытыми глазами», песня, на которой был снят клип «Олимпиада». Позвонишь мне после трёх шампанского. Олег, а там в Олимпиаду понятно, что… Ну, там есть слова такие, там… «Боксы», «Снега кроли», то есть мне вот авторы, которые вот… Правоприемники Рождественского, мне разрешило это поменять немножко на зимнюю тематику. Я выступал с этой песней на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Это дорогого стоит, потому что, значит, доверили, во-первых, как музыка Тухманов и так далее. То есть, это как бы вот хорошая песня. Я желаю, чтобы наша Олимпийская сборная летняя всё-таки участвовала и не было никаких запретов. «Ес». «Ес». Друзья, всего доброго. С вами была программа «Мимо нот», Олег Дружбинский, Евгений Додолев. И у нас сегодня в гостях был Олег Яковлев. Олег, спасибо большое, что сегодня были с нами. Спасибо вам большое. Вы приятные люди. Спасибо. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.